Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию представлена казахская народная сказка «Тигр и заяц». В далёкие времена в одном тёмном лесу владыкой был тигр. И таким он был свирепом, что стоило кому-нибудь из зверей попасться ему на глаза, как тигр тут же нападал на него и съедал. Весь лес тонал от ужаса и горя. Звери были напуганы до смерти. И однажды они собрались вместе на звериный завет. Тигр поедает всех, кто встречается ему на пути. Совсем не стало от него житья. Надо придумать что-нибудь, чтобы прекратить этот кошмар, говорили несчастные звери. Посоветовавшись, они решили отправить к тигру посыльного со своим предложением. Когда дело дошло до того, кому идти, все дружно посмотрели на козла. Если тигр погонится за тобой, ты сможешь убежать по камням, ведь камни летут твоим копытом, как глина. Сказали ему звери. Козел не мог противиться, мнению большинства, и согласился. Дрожат страхом, он еле-еле приблизился к тигру, который лежал на куче листьев, и, объяснив ему, что он посланец, сказал, что звери обращаются к нему с борьбой и просьбой. О, повелитель всех повелителей! Звери твоего леса собрались вместе и провели совет. Какой еще совет? Спросил тигр, лениво подтягиваясь на своем ложе. Звери сказали так, торопливо объяснял козел. До сих пор нашему повелителю приходилось самому добывать себе пищу. Он сбивался с ног в поисках добычи. Нам стало стыдно, и мы решили облегчить твой труд. С тех пор звери сами будут приносить тебе еду. Вот я и пришел, чтобы передать тебе решение звериного совета. Ну а дальше, сказал тигр, подтягиваясь, дальше звери сами будут приходить, чтобы не беспокоить тебя. Таково решение. Ну, это вы умно придумали. Так уж и быть, я согласен, сказал тигр и кинул головой. С тех пор звери, как и было условлено, приходили на сиденье к тигру. Настала очередь хромого зайца. Встал заяц дома. Как ему избавиться от смерти? И нарочно опоздал к обиду. Увидев зайца, тигр вздревел. Как ты посмел опоздать, когда у меня все внутри горит от голода? О, повелитель всех, повелитель! У меня в мыслях не было заставлять тебя ждать, сказал хитрый заяц печально. Ну, ты только посмотри, разве мной одним наполни желудок? Ах, я такой несчастный! Даже не кажусь ли такого святого дела? Уговорил я своего родственника. Одного у меня мало для поведения. Пойдем со мной. Когда мы прошли половину пути, вдруг на нас наброс кса тигр. Как две капли, похожие на тебя. Он схватил моего родственника, растерзал его на куски и съел. А я еле ноги унес. Ну, и меня он успел искалечить. Посмотри, как я хромаю. Это он во всем виноват, мой повелитель. Услышав такой тигр, я рассискочил с места. Кто посмел отобрать мою добычу? Кто посмел опередить меня? Покажи мне того негодяя, я поступлю с ним так, как он поступил с твоим родственником. Заяц только этого и ждал. Прихрамывая впереди, он привел тигра. Край глубокого колодца остановился. Мой повелитель, он здесь! Шепнул заяц и упазал в колодец. Тигр приблизился и взглянул вовнутрь. Из бубня колодца на него глядело его отражение. Тигр раскневался, пуще прежним. Эй, кто ты такой? Громкое эхо из колодца повторило его вопрос. Кто ты такой? Грозный царь зверей яростью взревел и защелкал клыками. Внутри колодца его отражение в толчинстве повторялось в движении. Тигр не вытерпал такой обиды. С громким ревом он бросился в колодец и плюхнулся в воду. Так хитрый заяц спас от беды всех зверей своего леса. Тигр не вытерпал такой обиды.